Так, коллеги, всем добрый день. У нас сегодня подключены все районы, да? Да. Сегодня мы проводим ВКС по второму конкурсу на получение грантовой поддержки. Называется она «Субсидия на развитие инфраструктуры туризма на территории Республики Татарстан». Так, презентацию будете? Давайте мы сейчас включим презентацию, пройдем по ней. Если у нас останутся вопросы, вы их зададите. Значит, давайте следующий слайд. У нас на эту меру поддержки сумма не очень большая, но тем не менее она есть. Это 16,2 миллиона рублей с учетом нашей республиканской части. Дальше. Значит, порядок выдачи субсидий регламентируется постановлением Кабинета министров. Номер 10.35 от 26 сентября. Далее. Субсидии предоставляются на, значит, пять направлений. Первое направление – это приобретение туристского оборудования, в том числе используемое в целях обеспечения эксплуатации туристских объектов, объектов туристского показа, приобретение оборудования для туристских информационных центров, пунктов проката, включая детские комплексы. Вот такой большой пункт, да, формировка. По сути дела, здесь предполагается, значит, приобретение оборудования, которое позволяет предоставить новый вид услуги для, значит, туристских объектов, объектов турпоказа, может увеличить время пребывания туриста в данном, значит, объекте. Увеличить обязательно туристический поток в данное туристическое место, оборудование для туристских информационных центров, пунктов проката, включая детские комплексы. Значит, секундочку, максимальная сумма субсидии здесь 3 миллиона рублей. И он похож на конкурс, который проводился в прошлом году Ростуризма. В данном случае, в этом году здесь нет возможности подавать на приобретение, значит, моторизированных каких-то транспортных средств. То есть микроавтобусы, квадроциклы, снегоходы не проходят. Здесь именно немоторизированная история. Дальше. Второе направление субсидии – это организация круглогодичного функционирования и расширение доступности плавателями бассейнов, в том числе приобретение системы подогрева, теплообменных устройств, а также приобретение мобильных погруженных устройств для лиц с ограниченными возможностями здоровья. То есть здесь средства выделяются не на строительство бассейна, вот я еще раз подчеркиваю, то есть бассейн строится, или он уже существует, или он строится за счет средств самого предпринимателя. А вот за счет средств субсидии можно получить поддержку на систему подогрева и мобильные погруженные устройства для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Дальше. Максимальная сумма в этом подразделе субсидии – это 5,5 миллионов рублей. Дальше. Третья подкатегория – на разработку новых туристических маршрутов, включая маркировку, навигацию, обеспечение безопасности, организацию выделенных зон отдыха. Здесь тоже формировка, как вы видите, достаточно широкая. Можно, в принципе, все некапитальные вещи, которые требуются для создания нового туристического маршрута, или же, например, улучшение инфраструктуры действующего туристического маршрута, в том числе, вот маркировка, навигация, обеспечение безопасности, организация выделенных зон отдыха. Так. Максимальная сумма – 3 миллиона рублей. Четвертая подкатегория – это создание электронных путеводителей по туристским маршрутам, в том числе, мобильных приложений и аудиокитов. Ну, здесь, в принципе, все понятно, да? Максимальная сумма – это 3 миллиона рублей. Следующая подкатегория. У нас какой-то пункт. 3 миллиона рублей. То есть, сейчас, секундочку. То есть, практическое создание и адаптация объектов под нужды лиц с ограниченными возможностями здоровья. Значит, для участия в конкурсе необходимо подать заявку либо в электронном, в электронной форме на сайте grandtourism.gov.ru. То есть, там есть электронный, есть сайт, раздел, в котором вы можете сформировать и подать все необходимые документы. И второй вариант – это подать заявку на бумажном носителе к нам в государственный комитет. Значит, представление субсидий в течение фронт-производства, по поводу замеченной на сайте госкомитета. Значит, в одной заявке должен быть один проект по конкретному направлению из пяти перечисленных. Правильно? То есть, один предприниматель подает только один проект. Нельзя, например, податься на один и другой, например. То есть, из всех пяти перечисленных направлений субсидий подается только, выбор идет только одного проекта. Все. Один заявитель может податься на один проект, то есть, прислать одну заявку в одной из пяти подкатегории. То есть, не может быть так, что в одной заявке подкатегория первая, например, приобретение туроборудования и, например, организация турмаршрута. То есть, надо определиться, в какую подкатегорию вы подаете заявку. Дальше, условия участия в конкурсе. Здесь я уже сказал, одна организация, одна заявка. Значит, по максимальным суммам субсидий здесь тоже 3 миллиона рублей под пункти первым, третьим, четвертым и пятым. И максимальная сумма субсидий в бассейнах, подогрев бассейнах, это 5,5 миллиона рублей. Следующая важная информация, реализация проекта и ввод в эксплуатацию до 20 декабря 2022 года. То есть, все, что заявлено внутри проекта, должно быть приобретено, установлено, доступно к использованию не позднее 20 декабря 2022 года. И минимальная сумма софинансирования предпринимателям, это 30% от суммы запрашиваемого, нет, не от суммы запрашиваемого субсидий, а от суммы проекта. То есть, чтобы вы четко понимали, у вас, например, проект 100 рублей, условно, 70 вы просите субсидию, 30 рублей у вас должны быть свои. Не 30% от 70 рублей, а именно 30% от общей стоимости проекта. Если у вас, соответственно, проект, например, 150 рублей, то 30% от этой суммы, это 45 рублей, должны быть участники, заявители минимум. Соответственно, 105 рублей могут быть запрошены в пяти субсидий. Вот это тоже очень важный момент, коллеги, при заполнении заявок, просьба не делать ошибок. Если сумма софинансирования будет меньше 30% от общей стоимости проекта, то такая заявка будет сразу отклоняться. Следующий критерий. Значит, критерии предъявляемые участникам конкурса. Заявители, если это юридические лица, не должны быть государственными или муниципальными учреждениями. Значит, в том числе некоммерческие организации, учредителями которых являются государственные или муниципальные органы. Заявители должны осуществлять деятельность на территории республики и уплачивать налоги в бюджет республики Татарстан. Дальше. Не имеют неисполненные обязанности по уплате налогов, сборов и штрафов на первое число месяца предшествующего подачи заявки. Дальше. Не находятся в перечне организации физлиц, в отношении которых имеется сведения об их причастности к экстремистской. Стандартные достаточно условия. Юрлицы не находятся в процессе реорганизации. Предприниматели, если эта заявка подает, у нас могут участвовать и индивидуальные предприниматели. Значит, индивидуальный предприниматель не должен быть в состоянии реорганизации или прекратить свою деятельность. Отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц и, соответственно, должны являться иностранными юрлицами. Также они должны получать средства из бюджета на основании иных нормативных актов на такие же цели. И не должны находиться в реестре недобросовестных поставщиков в связи с отказом от исполнения заключенных государственных или муниципальных контрактов. Какие документы необходимо предоставить с заявкой? Это перечень обязательных документов. Первое – заявка на участие в конкурсном отборе, сопроводительное письмо, копия учредительных документов, устав и приказ, если это ООО, и если ИП, значит, паспорт, свидетельство о госрегистрации, физ. лица в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельство об остановке на налоговый учет. Дальше – характеристика проекта с описанием всех возможных в форме пунктов. Дальше – презентация проекта с описанием всех указанных в форме слайдов. Обращаю внимание, вот именно в формах, которые вы найдете на нашем сайте, я расскажу, где они находятся. Есть прямо все образцы форм, и очень строго нужно следовать при заполнении именно этим образцам. Дальше – смета затрат, связанных с реализацией проекта, содержащие в том числе сведения об объеме собственных средств участников конкурса и объеме предсчитающихся участников конкурса субсидий, необходимых для финансового обеспечения проекта. Далее – пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости финансового обеспечения расходов. Вот это тоже очень важный документ. По предыдущему конкурсу мы видели, что многие заявители не прикладывали пояснительную записку, а она является обязательной при подаче документов. Да, она заполняется в свободной форме, но в правилах поставления кабинета министров четко даны обозначения, что должна содержать рекомендательная записка. Согласие на публикацию информации об организации в сети интернет, согласие на обработку перс данных, согласие на стандартную форму, согласие участника на уменьшение размера субсидий, в случае недостаточности лимитов, гарантийное письмо о целевом использовании средств субсидии и, соответственно, софинансировании этого проекта. Дальше – справки об исполнении обязанностей по уплате всех налогов в страховых взносах, справка о соответствии организации требований, тоже стандартная форма, копии документов, подтверждающих реализацию ранее участников конкурса проекта в сфере проекта. Сведения о работниках, участниках конкурса, для юралица и для предпринимателей, копии договоров подрядов на выполнение работ, связанных с реализацией проекта при наличии, иные документы по реализации проекта, выписка из реестра дисквалифицированных лиц, электронный носитель с электронными версиями подаваемых документов. То есть, кроме, если вы подаете документы в наручном, в бумажном виде, то, соответственно, вы должны приложить еще все те же самые документы на флешки. Значит, прием заявок на конкурс осуществляется с сегодняшнего дня, с 29 сентября по 10 октября 2022 года. Еще раз повторяюсь, либо на сайте Grand Tourism.gov.ru, либо на бумажном носителе в Госкомитете по туризму. Значит, в Госкомитете по туризму, время приема. Окей, коллеги, в течение рабочего дня с понедельника по пятницу, с перерывом на обвес с 12.15 до 13.15. И, соответственно, на 20 декабря, в соответствии с вашей заявкой, кто будет признан победителем, должны будут достигнуть те результаты, которые будут указаны при заполнении заявки. Этапы конкурса. Это прием заявок, решение о допуске конкурсу. Дальше будет заседание конкурсной комиссии, которая будет оценивать все заявки, присваивать каждой заявке определенные баллы. После этого по результатам рейтинга заявок, рейтинга, точнее, заявок в соответствии с набранными баллами, будет размещено объявление результатов конкурса. Далее с победителем будут заключаться соглашения, дальше будет происходить перечисление субсидий. И перечисление субсидий в размере 20%, да? У нас так же? Нет, полностью. Полностью, да? Полностью. Окей, сразу мы предоставляем это в полном объеме. После этого вы расходуете средства субсидий и собственные средства софинансирования, ежемесячно отчитываетесь и обязаны достичь результатов по 20 декабря 2022 года. Значит, теперь, где размещена вся подробная информация, она размещена на нашем сайте, сайте государственного комитета Республики Татарстан по туризму, в разделе деятельность, конкурсы, субсидии на развитие инфраструктуры туризма на территории Республики Татарстан. Вот здесь размещены все нормативные документы, представление кабинета министров, приказ о проведении конкурса, пояснение к конкурсному отбору, форма заявки и все необходимые формы, которые нужно заполнить для подачи заявки к нам. Также можно подписаться на наш телеграм-канал, там тоже самое будут все новости, связанные с этим конкурсом. Так, коллеги, какие есть вопросы? Здравствуйте, Кубмарский район, предприниматель Ипы Гайнанов. Слышно? Да, да, слышно. Ага, у меня вопрос. 30% собственный стресс. Секунду, 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 подавите, Павел. 3 миллиона 900 тысяч, да? Сейчас, вы меня слышите, да? Да, да, да. Сейчас я отвечу на ваш вопрос, коллеги, просьба ко всем писать вопросы в чат, мы сначала ответим на все вопросы, которые будут размещены в чате. Так, ну, поскольку вы задаете, уже начали задавать, давайте слушаем ваш вопрос. Первый вопрос. 30% собственный стресс от 3 миллионов, это 900 тысяч, да? Нет, не так. 3 миллиона вы будете просить граждан в виде суммы 3 миллионов? Да. Нет, вот 3 миллиона это 70... Ну, на первый пункт, а, да, на покупку это. 3 миллиона это 70% от общей суммы проекта. 2, что? Ну, 900, мои же собственные средства. Если у вас здесь проект 3 миллиона, тогда вы говорите, что у вас есть 900 тысяч ваши, это 30%, и 2 миллиона 100, вы запрашиваете в грант, правильно? Ну, значит же, это не 3 миллиона будет, а 2 миллиона, что такое? Значит, у вас проект? Да, проект на 3 миллиона, да, понял, хорошо. А 900 тысяч я наличными должен показать, что ли, на счет или что? Нет, вы должны будете нам предоставить платежные поручения, которые вы, в соответствии с заявленным проектом, произведете для реализации данного проекта. Ну, вот такой вопрос, вот у меня в Кукмаре, в центре, площадь Победы у нас, да, парк Победы, у меня там помещение я уже отремонтировал под прокат велосипедов, самокатов, паровозов, да, ну вот для такого деятельности. И я уже на помещении там потратил деньги, взял разрешение для входа от площади, да, но пока еще вот открывать не могу. Вот эту сумму, которую я уже вложил там, 600-700 тысяч на ремонт этого здания, комнаты, это считается, что я вкладываюсь уже в развитие инфраструктуры? Расходы, расходы прошлых периодов мы не принимаем к расчету. Понятно, все понятно. Так, получат. Так, презентация будет для скачения, да, она уже размещена, да? Уже размещена, да, вы сможете скачать. Значит, могут ли КФХ участвовать? В данном случае участвуют либо юридические лица, либо индивидуальные предприниматели. То есть только вот эти две формы юридические могут быть у заявителя. Соответственно, КФХ не может быть заявителем по данной мере поддержки. Так, на какую дату запрашивать справку об отсутствии налогов? На 1 августа 2022 года. Правильно у нас на... На 1 число месяца следующего... Предшествующего месяца отбора, да. Если у нас сентябрь месяца отбора, значит на 1 число месяца предшествующего. То есть на 1 августа 2022 года, коллега. Дальше идем. Где можно ознакомиться с перечнем того, что входит понятие туристское оборудование. Ну, вот смотрите. Перечень открытый. Да, перечень открытый. На это будет уже на решение комиссии, которая будет рассматривать ваши заявки. Задача будет сделать такие проекты, которые с точки зрения членов комиссии... Первое, значит, создадут новые рабочие места. Б. Увеличат туристический поток. Или увеличат продолжительность пребывания на территории того или иного туристического объекта или региона и так далее. То есть эти проекты должны стимулировать увеличение туристических потоков. Поэтому как такового конечного перечня, что такое туристское оборудование, нет. Но еще раз надо исходить из вот этого... То есть это может быть оборудование для проката какого-то, да. Это может быть оборудование для совершения каких-либо экскурсий. Это может быть, скажем, обустройство какой-то территории на туристическом объекте. Ну, например, там установка оборудования для волейбольной площадки, например. Ну, разные могут быть заявки. Самое главное исходить из того, на что они влияют. То есть они должны влиять на увеличение количества туристов и на увеличение... Коллеги, если вы прочитаете ПКМ, там в самом конце есть критерии оценки заявок. Соответственно, высшие баллы будут получать те заявки, которые способствуют увеличению количества туристов в Республике Татарстан. Те заявки, у которых процент софинансирования выше, чем 30%. То есть 30% это минимальная планка. Соответственно, мы рекомендуем все-таки рассматривать вариант привлечения в большем объеме собственных средств. Дальше. Те проекты, которые... Взаимосвязаны с существующими туристическими объектами Республик Татарстан. Те, которые позволят... Те, которые будут работать не только сезон 1, то есть долгосрочные, которые будут работать год, два, три, пять и так далее. Дальше. Те, которые предполагают... Те, которые ведут к появлению большего количества рабочих мест. То есть, коллеги, основные цели предоставления этой субсидии, это еще раз первое, увеличение туристических потоков в Республике и в Республику Татарстан. Второе, увеличение рабочих мест. Третье, это максимальное привлечение вне бюджетных средств на реализацию данных проектов. Так, дальше. Детская площадка подходит под субсидию, да, подходит. Если она на туробъекте или турмаршруте, да. Покупка земельного участка, можно указать, как софинансирование? Нет. Потому что в данном случае вы должны софинансировать именно то, что заявляете в качестве проекта. То есть, если вы приобретаете детскую площадку, значит, ваше софинансирование должно быть на приобретение детской площадки. Софинансирование может быть в формате оплаты труда в рамках реализации проекта? Нет. То есть, зарплата не может являться софинансированием. Впадает ли по туроборудованию мебель для оснащения номеров на технической оборудовании гостиницей «Сельмитарь»? Нет. Потому что это не влияет на увеличение туристических потоков. Ну, соответственно, это является мебелью, недвижимым имуществом того или иного объекта размещения. Коллеги, какие есть вопросы? Давайте, кто не успел написать. Сергей Евгеньевич, у меня вопрос. Можно? Да, слушаем. А вот, например, строительство павильона для мастер-классов. Это возможно, как развитие инфраструктуры? Алло. Сейчас, одну секунду. Значит, строительство павильона для обслуживания приема детей по данному конкурсу не подходит, потому что в данном случае это не является туристическим оборудованием. Это объект некапитального строительства, то есть это практически помещение. Все понятно. То есть это катамараны лучше и лодки, да? Что-то вроде этого, да. Лодки могут быть и грибами. В детской классе. Все, спасибо. Что коллеги написали. Если объект находится в стадии строительства, возможно, получение субсидии. Поясните, пожалуйста, что имеется в виду. Здравствуйте. Имеется в виду то, что сегодня объект пока не эксплуатируется, но строится. Ну, 20 декабря объект будет запущен в эксплуатации? Да, да. Тогда возможно. Для нас главное, чтобы вот к моменту контрольного сроков, к 20 декабря, вот тот проект, который вы заявляете в виде, значит, конкурса, на конкурс по получению субсидий, начал работать. Спасибо. То есть если оборудование объект не заработал, считается, что вы не достигли результата и нужно будет возвращать средства. Хорошо. Спасибо большое. Понятно. А как же, если я возьму катамаран Сергея Евгеньевича, подавать буду, то я 20 декабря точно на них не смогу ездить. Они вас, понятно. У вас же объект должен работать, и катамараны должны быть в наличии. А, ну все, все поняла, услышала. Спасибо. Так, если сдаешь документы на бумажном носителе, то формы заявки можно ли заполнить на компьютере и потом только написать или вручную все написать? Конечно, можно заполнять на компьютеры, даже нужно заполнять на компьютеры. Все документы расположены на нашем сайте, они в формате Word, то есть вы можете их брать, вводить свои данные и уже распечатывать и подписывать. Обязательно все документы должны быть подписаны, проставлены печатью. Там очень внимательно посмотрите по требованиям, как их нужно подавать. То есть все документы должны быть прошиты, то есть вся стопка, подаваемых вами документов, должна иметь сквозную прошивку, склеена, заверена печатью и подписью руководителя. Это тоже очень важно. Исправление и помарки также не допускается, то есть на это тоже обращайте внимание. И внимательно заполняйте все пункты, которые указаны в наших документах. Характеристика проекта. По опыту еще раз, прошлого конкурса многие заявители пропускали и не заполняли пункты. Это сразу автоматически снижает баллы. Если бывало так, что некоторые пункты не заполнены вообще и невозможно установить, в каком месте предприниматель планирует реализовать свой проект. Такие заявки также могут быть вообще не допущены до конкурса. Поэтому, коллеги, просьба, значит, очень подробно. Там есть везде критерии, сколько знаков, о чем нужно в этом подпункте написать. Смотрите, пожалуйста, и заполняйте. Еще, коллеги, тоже небольшое дополнение. Вот когда вы будете, и те, кто будут заполнять это на сайте grant.tourism.gov, имейте, пожалуйста, тоже в виду, что там сначала вы заполняете как бы те граммы, которые там есть, плюс там еще есть приложить заявку. То есть заявку в любом случае надо будет заполнять на компьютере, да, заполняя все. И просто прикладывайте туда в качестве файла вот на этом сайте. заявку, с проводителями документа и так далее, и так далее. Все, что у нас прописано в составе обосновления кабинета министра в качестве документов, необходимых для подачи заявки. Спасибо. А у меня еще один вопрос, можно? У вас рассылка была по поводу вот этого, по поводу этой субсидии. Там было написано, что надо заявку подавать на grant.gov, оформлять там и наручно еще принести вам тоже в комитет. Или, или. Ага, все понятно. Как удобно. Коллеги, по поводу сроков вопрос, почему такие сроки? Сроки у нас в соответствии с постановлением 14.92 о субсидиях. Есть такое постановление. И там как раз прописано вот этот строк от 10 календарных дней. Да, физлицы могут участвовать в этом конкурсе? Нет, не могут. Еще раз, только ООО или ИП. Значит, сколько времени должно пройти со дня создания ИП для подачи заявки? Здесь регламентно не оговаривается, то есть любой срок с момента создания ИП. Сергей Евгеньевич, здравствуйте. Вот такой вопрос, Кокмарский район, музейный комплекс Шейнер. Для работы музея мы можем приобрести стеклянные стенды для показа национальных костюмов особо ценных. И можем ли по этому проекту сшить новые национальные аутентичные костюмы? Можно. У вас форма юридическая какая? Оно. Автономное, некоммерческое. Учредитель кто? Автономное, Екатерина Петровна, один. Ну, то есть частное лицо, да, учредитель? Да. Тогда, да, вы можете подавать заявку, подавать вот то, что вы хотите в результате субсидии, значит, приобрести, и дальше комиссия будет уже смотреть и оценивать вашу заявку, так же, как и все заявки. Спасибо. Спасибо. Вопрос коллеги в чате. Строительство павильона для проката актуально? Да, коллеги, нет, потому что еще раз прочитайте пункт. То есть приобретение оборудования, в том числе используемое в целях обеспечения эксплуатации туристических объектов, объектов туристического показа, приобретение оборудования для туристических информационных центров, пунктов проката. То есть оборудование для пунктов проката. То есть не предполагается создание пункта проката. То есть вы приобретаете оборудование для этого пункта. Сергей Евгеньевич, добрый вечер. Это Бавненский муниципальный район. Хотелось спросить, у вас закрепленный специалист есть? Если у нас конкурсантов будут вопросы, позвонить напрямую при заполнении форума. Коллеги, в презентации у нас указана почта. Закрепленный сотрудник как такового нет. У нас занимается этим курирующий заместитель Гуляра Марат Насапина, начальник отдела Каймана Анастасия Анатольевна. Хочется, чтобы вопросы были по существу. То есть, первое, коллеги, очень еще раз рекомендую прочитать сначала внимательно постановление кабинета министра, изучить все формы, которые необходимы для подачи. И только после этого, если у вас останутся вопросы, вы можете или на электронную почту прислать, или позвонить. То есть, надо понимать, что у нас сотрудников полтора человека на этот конкурс. И физически обработать, если будет много звонков, мы тоже можем не успеть. Поэтому обращайтесь, но сначала, пожалуйста, изучите все документы, которые вы ловите. Включите меня? Хорошо, спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Можно еще задать вопрос? Да-да, задавайте. Так, Терешина Евгеньевна Павловна, Елабужский район, туристическую усадьбу, жили-были. Это мы у вас как-то были в гостях с предложением помочь нам организовать и провести фестиваль Иван-Чая. Мы уже провели трижды. Фестиваль Иван-Чая в этом году планируем четвертый. Подаем заявки на грант. Есть у нас ТОС с правом юридического лица. И у нас, ну, перспективы, будем говорить, неплохие. Но мы сейчас сотрудничаем с музеем, Елабужским заповедником. У нас есть совместная программа для приема туристов с программой «Анзирские хороводы». Вот это первая и вторая программа «Традиция русского чаепития» Иван-Чай. Вот, у нас есть помещение. Это помещение мы реставрируем сейчас, но нам бы хотелось закупить туда оборудование, оформление для проведения там различных чайных церемоний. Возможно ли нам подать вот заявку для того, чтобы оформить нам это помещение? Да, если это вы попадаете под категорию «Приобретение туристического оборудования» для объектов показа, да, конечно, вполне. У вас юридическая форма подходящая, если то все, вперед. Все, благодарю вас. Сергей Еленович, добрый вечер. У нас еще вопрос, Кокморский район. Нас интересует, можно ли по субсидиям приобрести упряж для лошади и лего и сани для катания туристов? Я думаю, что можно подать заявку. Дальше эксперты ценят, проранжируют. В принципе, можно. Спасибо. Еще раз, руководствуйтесь всегда тем, потому что эксперты будут смотреть, увеличит ли это туристический поток в данную точку, или же увеличит, вот как подогреваемые бассейны, время работы, я имею в виду бассейна, то есть круглогодичность, да, то есть он сможет работать и в холодное время, и значит, соответственно, увеличит тем самым туристический поток. Если это тур-маршрут, соответственно, по нему поедут новые туристы. Если это мобильное приложение, оно тоже привлечет новый туристический поток. Если это доступная среда, соответственно, туристический поток. Можно ли приобретать арт-объекты? Ну, наверное, сложно будет экспертам оценить, каким образом арт-объекты являются они тур-обородованием или нет. Наверное, все-таки, скорее, нет. Можно в одной заявке и на детскую площадку, и на оборудование для проката. Но в любом случае категория одна, это приобретение туристического оборудования, правильно я понимаю? Да. То есть там и там детские площадки есть, да? Да, можно? Да. Это все одна подкатегория. Одна подкатегория. Можно заявку на электромобили, детские, электросамокаты, моторные лодки? Я уже ответил, нет. То есть все, что с мотором, не принимается. Да, коллеги, кто не... Можно еще один вопрос? Да. А, нет. Ну, это же не первый грант уже, да? У вас предыдущие были. Можно поинтересоваться, на какие виды деятельности они взяли? Вот по такой мере... Примеры, примеры, да. Я понял. По такой мере поддержки грант впервые по линии Госкомитета по туризму. Возможно, были по другим министерствам, но по нашей линии этот грант первый. Значит, полтора года назад Ростуризм проводил напрямую этот конкурс. То есть наши предприниматели подавались туда. Там был чуть пошире, там немножко другие, скажем так, номинации были. Там тогда были еще и, возможно, было моторизированные средства приобретать. Там кто-то приобретал лодки, катера, кто-то там микроавтобусы. Значит, кто-то приобретал туристическое оборудование, оформление, или там строительство даже каких-то частей некапитальных своих туробъектов. Вот. Немножко другие были условия. Вот сейчас они предизменились, и те, которые мы с вами перечислили. Ну, если вы напишите лодку, а мотор сами, ну, смотрите, можете написать, но комиссия же понимает, что если это моторная лодка, значит, вы прикрутили мотор, и лодка уехала куда-то в неизвестном направлении. Не забывайте, коллеги, что те, кто получит субсидии, будут все равно проверяться и счетной палатой, и другими контролирующими органами. То есть нужно будет всегда быть готовым доказать, показать внезапно, что все, на что были выданы средства субсидий, они присутствуют на туробъекте, или присутствуют на турмаршруте, или присутствуют в бассейне. Если это система подогрева для бассейна, все присутствует на месте. Если чего-то нет на месте, соответственно, значит, возврат субсидий. Рассматривать заявки будут местных, да, республиканская комиссия наша просматривать будут заявки. У нас еще один вопрос по Кухмарскому району ШНР. Мы собираемся с детьми проводить мастер-классы по ткацкому и столярному мастерству. Для этого нужно приобрести инструменты, особенно вот столярные для детей. Это можно включать? Можно, да. И можно включать столы, парты, учительский стол, шкаф для хранения инструментов. Вы должны будете доказать, что это создает новое туристическое предложение на вашем туристическом объекте. Столы, стулья, парты. Вот там был просто вопрос про кровати, сантехнику и все остальное в гостинице. И оно уже приобретено. Да, да, я понял. То есть здесь важно, чтобы ваша заявка была правильно оценена экспертом. У нас просто есть возможность, мне было грант, где мне поможет. Спасибо. Сергей Евгеньевич, у предпринимателей еще один вопрос, возможно, вы частично у него уже ответили. Есть помещение, планируется ремонт в рамках проекта. Именно вот эти ремонтные работы будут считаться с той финансированием? Нет, ремонтные работы могут быть до проката. Для меня там в суде нет. Понятно. И вопрос, электропаровозы тоже под запретом или есть на них еще разрешение? Детские электропаровозы, как оборудование, тоже можно закладывать в проект? Детские электропаровозы, но... Могу, не сказали, нет, а электропаровозы. Ну, понятно, на деле не прописано. Здесь тоже самое было про электросамокаты, электромобили детские. То есть мы считаем, что это не может быть средством для субсидий. То есть здесь прямое не написано, но все, что ездит, само двигается, оно не может быть, так сказать, предъявлено в виде приобретения по этому проекту. Потому что детский паровоз может уехать с этого туробъекта, с самим входом. Понятно. Будет ли понятно. Спасибо огромное. Коллеги, какие есть еще вопросы? Спасибо. Вопрос в спортный инвентарь для туристов. Да, может, это туробородование. Включусь, да. Включусь. Еще раз, коллеги, внимательно прочитайте, пожалуйста, все документы, все приложения. То есть, да, конкурсная мера новая. Там действительно многие подразделы носят такой широкий достаточно, широкую формулировку. Вот, что можно, что нельзя, вот, принципиально так, нельзя строительство каких-либо там зданий, помещений и все остальное. Второе, нельзя моторизированные, неважно, электро или на бензине, средства транспорта. Дальше, нельзя ремонтные работы. Нельзя объекты капитального строительства строить за счет средств субсидии. Нельзя зарплата, нельзя покупка земли. По большому счету, все остальное, если это создает новый туристический продукт или увеличивает трафик на имеющиеся туристические объекты, то есть, создает новые рабочие места, увеличивает выручку и все остальное, то, в принципе, вы можете это подавать. Дальше уже комиссия будет оценивать, что из проектов, как бы, наиболее, наиболее, да, интересные и наиболее перспективные. Самозанятым, да, участвует. Да, еще один вопрос, можно? Да, да. Вы вот сказали, что нельзя, да? А вот на примере, скажите, пожалуйста, что можно на примере пункта А? Пример только скажите. Вы сказали, что нельзя, да? А скажите, объясните, вот я не понимаю, что можно вот на примере сети насчет пункта А? Проката вот детских оборудований. Да, если, например, вы на тур-объекте хотите сделать пункт проката немоторизированного какого-то оборудования, пожалуйста, вы можете для него приобрести это само, сами вот эти, то, что будете сдавать в прокат. Ну, велосипеды. А? Велосипеды. Велосипеды. Взрослые. Аборды. Там, я не знаю, там, все что угодно, да? Дальше. Самокат, велосипеды. Веревочный парк закупить, то есть, оборудовать веревочный парк. Можете, например, если делать экскурсии в какие-то, ну, условно, там, там, спустя пещеры, да, вы можете закупить там каски, фонарики, там, что-то еще, что позволит вам дополнительный туристический маршрут сделать. Можно, ну, детские комплексы, понятно, то есть, вам нужно, например, детскую площадку на территорию себя. сделать поставить, значит, горки там небольшие, турникеты и все, ну, эти, турники и так далее. Дальше, оборудование для туристов и информационных центров, это различные могут быть электронные, там, сенсорные экраны, которые позволят там знакомить с тем, что рядом находится с этим объектом. Я правильно поняла, простите, еще раз вопрос, что если мы создаем ИП, то неважно, когда она создана, то есть, допустим, если в этом месяце мы создали, то можно нам участвовать, да, в таком конкурсе? У вас единственное возникнет вопрос по справке об отсутствии задолженности на первое число месяца, предшествующего месяца отбора, чтобы вы не позднее 1 августа были зарегистрированы. То есть, вы просто иначе правку не сможете предоставить. Сергей Евгеньевич, вопрос такой, а вот как вы думаете, подходит вейксерф оборудование на реке, которое вот на моторе катает людей туда-сюда, по веревке, оно может подойти под пункт какой-то? Не на лодке катает, а на лебедке тянет, правильно я понимаю? Да, 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 вот как на лебяжьем. Да, может подойти, конечно. Спасибо. Финансовый механизм реализации будет таким же через казначейство, нет у нас ни через казначейское сопровождение, здесь не предусмотрено. Дальше, на покупку модульного дома для Глентерга нет, нельзя, потому что у нас такая мера, вот мы уже конкурс провели, итоги подвели, и сейчас уже предприниматели начали реализацию. Лошадь купить можно? Конечно, нет, потому что она не подходит в оборудовании, да. То есть, это не инфраструктура туризма, это животное. Коллеги, какие еще вопросы есть? Еще раз, на самом деле спектр широкий, действительно, мы вот коллеги из Кухмарского района спрашивали, да, мы не можем привести исчерпывающий перечень того, что можно заявить на грант, но мы четко знаем, что нельзя. Поэтому еще раз, если у вас есть какая-то идея по созданию дополнительного туристического предложения на вашей территории, увеличение количества туристов к вам, увеличение времени пребывания, увеличение количества рабочих мест на вашей территории, вот это все можно подавать. И если все это носит, не попадает в те категории, которые нельзя. Проект должен быть реализован до 20 декабря, я правильно понимаю? Да, абсолютно верно. Нет, это не обязательно зимние виды, это могут быть и летние виды. Просто вы должны до 20 декабря, даже если это летнее оборудование, вы должны до 20 декабря его приобрести, привести к себе, положить, чтобы оно у вас лежало. Да, мы понимаем, что вы можете использовать его только с наступлением теплого периода, но завершение процесса приобретения, установки, монтажа и все остальное должно быть только до 20 декабря 2022 года. Мониторинг, он продолжится, коллеги, и позже, то есть мы сможем проверить это и летом будущего года. Потому что у нас мониторинг будет от Ростуризма и от нас вестись в любом случае в течение следующего года по реализации данных проектов. Смотрите, еще раз, приобретение бассейна не предусмотрено. Предусмотрено только приобретение системы подогрева для бассейна. По идее, должно работать. То есть, конечно, если вы подаетесь на эту меру, это значит, что вы к 20 декабря должны установить это оборудование и бассейн должен работать. И должен быть круглогодично. Собственно, вы достигаете своей цели. Вопрос можно? Вот, допустим, мне заказчик сказал, что мое оборудование придет до 20 числа и сделает этот заказ. Но если они сказали, какие-то проблемы у них вышли и не смогли это до этого числа сделать, и получается, я все равно возвращаю субсидии, или можно каким-то образом получить эти дни? Нет, коллеги, по условиям, представляю, что до 20 декабря все должно быть привезено, поставлено, установлено и готово к использованию. Они мне обещали, что привезут, допустим, до 10-го оборудования, то есть мне этот оборудование приходит с Китая. И на основании этого оборудования они собирают оборудование. И просто наличия его в России нету. Не заказывают, в Москве делают и отправляют мне это оборудование. Я понял вас. Я не понял, что это будет. Но какие-то моменты, допустим, да, форс-мажорные, но они не смогли бы, допустим, на пару, на 3-4 дня могут опоздать, допустим. То есть это все равно не пройдет таким образом. Коллеги, вы, да, во-первых, все представители будут подписывать соглашение, в котором будет четко указано, что к 20 декабря вы должны реализовать проект и завершить все действия по поставке, установке и так далее. Поэтому здесь я не могу ответить на ваш вопрос, что ну окей, там 3-4 дня не страшно. Ну нет, соглашение будет 20 декабря, дальше на ваш страх и риск. Это федеральные условия, то есть здесь не мы их ставим, условия ростуризма. Ростуризация до 20 декабря 2012 года. Еще один вопрос, Сергей Евгеньевич. Вот можно приобрести самокаты, велосипеды для детей. А будет ли считаться софинансированием создание площадки, то есть ее же нужно строить? Это софинансированием считается? Нет, смотрите, софинансирование вы должны тратить на те же средства, на те же объекты, на которые вы просите субсидии. То есть в самокате должно быть 30% ваших, 70% средства субсидий. Скалодром подходит или нет? Если это не капитальное сооружение, которое вы строите на территории какого-то туробъекта, туда это подходит. Оборудование пляжа в каком ключе возможно. Ну, по пляжам у нас на следующий год будет отдельный конкурс, коллеги, я уж так анонсирую немножко вперед. Поэтому вы можете подать чисто теоретически, просто здесь только пункты проката. По пляжам... Просто вопрос такой, оборудование пляжа в каком ключе возможно. Можно ли в одной заявке подавать зимние и летние виды проката сапборды и лыжи? Конечно, можно, да. Да, вообще, коллеги, я вот еще раз хотел бы акцентировать внимание, да. Подавайте те проекты, те заявки, которые будут для вас максимально удобны и с точки зрения предъявления, когда будут какие-то проверочные мероприятия со стороны счетной палаты и так далее. То есть, скажем, те средства, которые... То, что можно будет материально предъявить счетной палате, да. Условно говоря, если идет приобретение там самокатов или сапбордов, вот они лежат, вот, пожалуйста, 10 штук там или 20 штук, вот они все раз, два, три, четыре, пять. Значит, вот документы на их приобретение, вот товарная накладная, что они нам поставлены именно в тот период, когда мы реализовывали этот проект. Все, вопросов нет. То же самое со всеми остальными, значит, мерами поддержки. То есть, все, коллеги, должно работать в любой момент, когда будут смотреть и проверять целевой расход данных средств. Поэтому, если у вас, вы приобретаете что-то, что вдруг растворяется, уезжает, улетает, со снегом вместе впитывается в землю, да, лучше такие вещи на субсидию не подавать. Пребывание на объекте и создает новые рабочие места. А можно еще вопрос? Допустим, у меня бюджет на 3,5 миллиона, и я просто не до конца понял, вот 30% это как получается? Можете еще раз повторить? Смотрите, если у вас вся сумма на реализацию проекта 3,5 миллиона, то 30% от этой суммы должны быть ваши, то есть, соответственно, это 1,5 миллиона получается, да? Я не ошибаюсь. И если сумма 2,450 миллиона, это вы можете просить в виде субсидии. Теперь понятно. Если 3,900, то значит 3 миллиона. Правильно, да, Сергей Юрьевич? Еще раз. Если 3,900, он уже на 3 миллиона будет претендовать, получается. Ну, если 3,900, вот 30% от 3,900, это сколько? Это 1,8 миллиона, нет, 1,8 миллиона. 1,1 миллиона, да? 1,1 миллиона, это, соответственно, должны быть собственные средства, и 2,2 миллиона, еще и 730, соответственно, можно просить грант, да. Надо только помнить, максимальная сумма субсидий 3 миллиона. Спасибо большое. Это максимально 3,5, то, что вы можете запросить в виде субсидии, можете меньше, проблем нет, можете 500 тысяч, можете миллион попросить, можете миллион 100, 72 тысячи попросить. Вообще, коллеги, чем детальнее будут предоставлены вами расчеты, тем больше шансов на то, что эксперты увидят, что вы действительно не просто отбалды, да, 3 миллиона там своих, там, и что-то куплю, значит, энное количество. То есть, вам к заявке нужно будет прикладывать копии коммерческих предложений, правильно у нас идет? Да. Копии коммерческих предложений. То есть, вы должны сделать будете обоснования, да, то есть, вот у вас есть медный расчет, я покупаю, но того оборудования, который вы покупаете, и, соответственно, к нему, там, нужно, даже, приложить коммерческие предложения, то есть, вот, пожалуйста, поставщик, вот, за сколько он продает данное оборудование. Желательно, там, ну, не менее двух, если продает, то вообще будет замечательно. То есть, чем больше конкретики, так же, даже эксперты будут оценивать, тем больше, потому что им тоже нужно понимать, сколько это стоит. То есть, не то, что, вот, вы, там, какое было самое, там, дорогое предложение дали, да, вот, что, пожалуйста, несколько предложений, вот, мы выбрали самое оптимальное по отношению цена-качества. И вот, собираемся его в проекте реализовывать. Спасибо, Гульнар Морозов. А можно еще вопрос? Вот у меня оборудование, на это оборудование, допустим, мне нужен персонал, а этот персонал нужно обучить. Обучение персонала стоит 210 тысяч. Это туда входит или не входит? Нет, обучение персонала не может быть источником субсидия, то есть, это на вашей стороне. То есть, в данном случае, приобретение оборудования, приобретение подогрева для бассейна, разработка новых турмаршрутов, то есть, какие-то материальные вещи. Нет, ну, я покупаю оборудование на это, на туристический, и у меня в смету идет, допустим, обучение персонала, страховка. Поэтому все не входит, только чистое оборудование не дается, да? Чистое приобретение товарно-материальных ценностей, ну, за исключением мобильного приложения. Вот мобильное приложение, здесь, наверное, может быть, создание электронных путеводителей по турмаршрутам. Ну да, то есть, тут затраты на производство контента, программное счастье и все остальное. А обучение персонала – нет. Вопрос. Это сумма на всех, да, вот 16200 – это на все номинации, под категории. Выиграет один проект по каждой категории, я правильно понимаю? Нет, не обязательно, то есть, там система, если вы правильно прочитаете ПКМ, там система следующая. То есть, комиссия определяет минимальный балл, который считается, что заявка победила и претендует на получение субсидии. Далее, пропорционально, да, пропорционально сумма для каждого победителя может быть уменьшена, исходя из общей, из общего объема поданных заявок. Ну, то есть, словно говоря, признали победителями, там, 10 заявок. Они все вместе попросили, предположим, не 16 миллионов, а 20 миллионов. Тогда, соответственно, каждая заявка получает не 100% от заявленной суммы, а получает 0,8, ну, там, 16 поделить на 20, это где-то будет 0,8, да, примерно. Ну, 0,73%, ну, 77%, если не ошибаюсь. То есть, 77% от запрашиваемой суммы. Поэтому победителей, может быть, в каждой номинации не один. И потом кто-то попросит, может быть, не все 3 миллиона, кто-то попросит поменьше. Поэтому не бойтесь и просить меньше. Не обязательно вот 3, а дальше там война план покажет, да? То есть, коллеги, приложите максимально подробные расчеты. Цена такая. Есть ли через месяц, допустим, ну, допустим, в каждом месяце... Коллеги, вас слышно? У вас микрофон включен. Все, да? Есть ли через месяц? Да. Спасибо. 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 все коллеги вопросов больше нет давайте на у нас действительно мало времени на прием заявок от вас просьба значит заявка готова отправили или по электронному через электронный сайт или принесли что нам наручно конечно нам удобнее если вы будете подавать их в электронном виде соответственно это улучшит время на уменьшить время на обработку этих заявок не откладывайте на последний день на последние 15 минут приема заявок да потому что у нас есть официальный рабочий день соответственно во сколько он заканчивается с этого момента все кто не успел мы уже заявки принимать не будет поэтому готовьте документы ждем много хороших заявок коллеги вот последний вопрос есть пропорционально снижаться сумма гранта тогда все на 3 миллиона подадутся но еще раз могут податься все на 3 миллиона вопросов нет но комиссии будут смотреть насколько проработаны заявки там посмотрите по критериям поэтому если сумма будет необоснованная то есть соответственно будет низкий балл поэтому чем детальнее вы проработаете чем более точно будет с вами высчитана смена на написание характеристика проекта тем больше шансов получить более высокий балл коллеги тогда всем спасибо вперед за работу спасибо коллеги большое спасибо 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 что спасибо у что скажу да